Нещодавно в жизни Мащи Фокиною сталася радисна зміна. Вона придбала власне житло. Тож співачка запросила Гутен Морген на новосілля до своей новенької квартиры у центре столицы. Наше знайомство з квартирою Маша почала із кухні. Хоч як зізнається сама співачка, шеф-кухар із неї поганенький. Я купила даже сковородку себе. Вот это я купила еще года четыре назад для кастрюли, я думала, что буду сильно куховарить. Купила такой сковородку под цвет своей квартиры. Пару раз пожарила яйца. Это мы и закончили. Это магнитики, которые я привожу с каждой страны, в которые я езжу. Я, наверное, так, как не банально звучит, но я собираю. Тут висит просто сын Жанны Бадоевой. Я не знаю, как он здесь оказался, но он здесь. Я всегда на нее смотрю и радуюсь. Это моя любимая часть моей кухни. Это же из клипа «Свободен парниша». Я их очень сильно забирала у съемочной команды. Они, думаю, хотели втихаряк куда-то забрать. Это моя ванная. Очень мне нравится, честно говоря, здесь отдыхать, но она очень непрактичная, поскольку все выливается на пол. И, как всегда, строители пробили мне дно ванной. Там стоит просто противень в духовке. Поэтому обходимся подручными средствами. Это мое любимое зеркало. Она вот как-то... Вот если я не посмотрю в свое домашнее зеркало, я не могу понять, как я выгляжу. Поэтому всегда перед какой-то работой, перед концертом, всегда приезжаю домой, обязательно же посмотреть себя вот здесь. Вот так вот. Идемте в спальню. Провожу большую часть своего свободного времени. Это, вот, как сказать... Можно сказать, награда. Награда моя. Я участвовала в одной программе. Я проиграла. Но моя команда... Ну, вернее, не моя команда, а люди, которые выиграли, не подарили мне 25 ящиков советского шампанского. И я до сих пор его пытаюсь раздать кому-то, потому что никто не берет. Я такое зеркало видела у своего друга фотографа, и я захотела вот такое себе. Но оно, видно, как-то очень сильно греет, и поэтому лето вам включать невозможно, потому что можно сгореть. Это подарки моих, наверное, фанатов, можно сказать так. И поэтому мне очень часто дарили огромных медведев. Это маленький гардеробчик мой. Он очень маленький, очень неудобный. Сюда не помещается ничего. В принципе, такие у меня достаточно концертные наряды, поэтому все нормальные вещи у меня висят другие. Вот это моя любимая круглая кровать. Мне на самом деле нравится, она занимает большую часть моей комнаты, но я могу здесь завтракать, могу делать, учить испанский, могу смотреть телевизор, могу общаться в интернете, могу спать даже, не поверите. И что я сейчас и буду делать, потому что сегодня гутен морген, и я еще не выспалась. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok